Более 7,5 тысяч сотрудников работают в компании Мособлгаз, одной из лучших газораспределительных организаций России. Элита газовиков Подмосковья собралась на третьем ежегодном конкурсе профессионального мастерства в Люберцах. Сегодня уровень газификации в Московской области составляет 95%. Газовики обслуживают огромное хозяйство, перекладывают старые сети, увеличивают их пропускную способность, применяют новейшие технологии. На конкурс приехали представители всех специальностей – монтёры по защите газовых сетей от коррозии, слесари аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщики, слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, продавцы и водители. Каждый участник защищал честь не только компании Мособлгаз, но и своего филиала. В прошлом году победила команда из Подольска. Щёлковская газовая служба, как известно, входит в состав Балашихинского филиала. Это то, к чему Мособлгаз идёт целый год и готовится. Здесь мы подводим итоги профессионального развития предприятия, профессионального развития работников предприятия в течение года, поскольку Мособлгаз уделяет особое внимание качеству обслуживания нашей газовой инфраструктуры. Профессиональным газовиком надо родиться, говорит Дмитрий Голубков. А выучиться можно всему. Газовики из Московского и других регионов России получают навыки специальностей газовой отрасли в Люберецком учебно-курсовом комбинате – базовой площадке конкурса. Для получения знаний много времени не надо. Главное – научиться их применять на практике, научиться принимать решения в сложных ситуациях. На это и направлены конкурсные задания. На центральной площадке соревновались бригады сварочно-монтажных работ и электрогазосварщики в их составе. В рамках задания требовалось заменить дефектный участок трубопровода в месте перехода с большего на меньший диаметр. В месте перехода вставить нормативный элемент, вот такой, в виде конуса. Это только на словах быстро, а выполнение задания занимает три часа. Жюри проверяет соблюдение требований охраны труда, технологии сварки, последовательность выполнения этапов работы. В одном из конкурсов наряду с мужчинами соревновались девушки. Своё мастерство показывали продавцы-консультанты магазинов газового оборудования. Такие магазины открыты во всех филиалах. Здесь можно купить газовые котлы, колонки, нагреватели, плиты. Конкурсанты тянули билеты, как на экзамене. Нам пришёл клиент, желающий приобрести газовый генератор. Имеющийся продажа генератора в марке «Дженерак» оказывается клиенту слишком дорогостоящим. Необходимо продать газы в генераторе. Такое непростое задание досталось Нине Каратаевой. Она работает в Щёлковской газовой эксплуатационной службе 19 лет. Как только открылся магазин, перешла на работу туда. Говорит, захотелось чего-то нового. И продаёт газовое оборудование уже 12-й год. Это безумно интересно. Многие клиенты приходят и говорят, почему женщина работает с газовым оборудованием, но продавать просто косметику и вещи – это неинтересно. А газовое оборудование – это безумно интересно продавать. В конкурсе профессионалов Мособлгаза не было проигравших. Каждый в любом случае проверил свои знания и навыки, почувствовал дух соревнования, получил заряд эмоций. И не только. Самый главный результат – это рост интереса к профессии. Это поддержание её престижа на высоком уровне и создание газовой элиты в Подмосковье.